Ну что, ребят, добро пожаловать в новое видео по CSGO, в котором буду проверять, какой экспириенс получают новички в CSGO, когда они в него приходят, ведь игра является условно бесплатной и к ней можно купить так называемый Prime Account. Что же, для начала, чтобы попасть в MM, нам надо получить второй уровень, поэтому идем, набиваем этот уровень в обычном режиме игры, играем где-то три игры и получаем свой, наконец-таки, заветный второй уровень. И потом нам открываются MM и напарники. Ну что же, переходим к первой катке, которая у нас была в Дасте втором. Либо против него, может быть и за, и против. И, как бы, охуенно, да. Просто 10 из 10, знаете, где бесплатный статус, и по итогу читеры могут просто подскаживать эту игру и играть. Им похер на банк становится полностью. То есть, игру делать бесплатной, как по мне, не стоило. Да, бесплатность даст то, что будет много новых игроков, но вместе с ним будут и читеры, которых вы так пытаетесь забанить, но вагбан теперь приобретает просто нулевую силу. Да, они будут играть в Nonprime, да, окей, без проблем, но в Nonprime начинают играть и новички. Об этом вы не подумали почему-то. И почему человек сразу должен в таком случае платить косарь? То есть, игра, как бы, стоит теперь дороже, если раньше она стоила, там, 500-600 рублей вроде бы, то теперь она стоит косарь рублей. Для того, чтобы ты мог к ней играть беспрепятственно, точнее, без читеров. Ну, как без читеров? На Prime они тоже есть, но там они, мягко говоря, не палятся хотя бы, и, типа, в открытую не будут юзать читы. Ну, и все-таки, по большей части, да, на Prime все-таки больше будет адекватных людей, я надеюсь. А в Nonprime вот это будет. Ну, а поиграть читеру долго не дали, дали ему сыграть один раунд, после чего провели такие голосования на кик, и, я был удивлен, все согласились за. Хотя в первом голосовании, которое было устроено до начала пистолетки, к сожалению, кто-то не принял, но, благо, обошлось то, что это не был его друг. Ну, а дальше я начал постепенно играть и, ну, вот так даже издеваться над новичками. Себя на место этих парней, конечно, чувствуюсь так себе хреново. Понимаешь, какое-то унижение, когда тебя просто насилуют. Пытался, конечно, не сильно тащить, поскольку понимал то, что уровень игроков здесь крайне низок, и то, что если я просто буду здесь играть на полную, ну, как бы, так же, как и читеры, есть испорчил впечатление об игре. Но, все равно не получалось это хорошо делать, так сказать, поддаваться, но, кое-как, пытался. Конечно, да, в присутствии такой игрока, как я, в одной из команд, давал той команде немалое преимущество, поскольку я имел все-таки кое-какой опыт. А за меня, вот, по сути, играли вот такие вот новички. Но, к сожалению, игру мне не дали доиграть, поскольку случилась ошибка вак-аутификейшна. Эта проблема существует сейчас с самого начала CS GO. Нет, это не вак-бан, если вы так подумали, потому что будут дальше идти игры. Так что, вот, эта проблема существует еще с начала CS-ки, и фиксится она там различными путями, но в тот момент я не хотел ее особо фиксить. Подумал, ладно, хрен с ним, потом подожду, в следующий раз поиграю. Ну что, продолжим наш экспириенс из разряда, как себя чувствует новичок, попав в CS GO. Первую игру мы сыграли, у меня, к сожалению, под конец ее вылетело из-за вак-аутификейшна. Ну, как бы, это стандартная ошибка, которую Valve не правит никак. Чуваки смогли вдвоем затащить, потому что, ну, тут это я за интимейта не могу считать, потому что, ну, человек просто не играл вообще. Ну, не умеет играть один раунд, он что-то там смог все-таки сделать тогда, и не более. Так, ну, вторая катка пока что была, как ни у кого никакие там, по крайней мере, теги переливаются туда-сюда. Так что, будем надеяться, что в этот раз софтеров не будет. Ну, и да, эта игра должна быть с чуть более сильными оппонентами, чем была на Дасте, поскольку мы же выиграли ее. Это нам посмотрим чуть сильнее. Ну, посмотрим, насколько сильнее. Надо было детям дать возможность выйти на Б. И катка, по сути, была и вправду стандартная. Не было читеров, и забегая чуть вперед, это была единственная из пяти игр, где реально не было читера. Ну, был только я, который мешал нормальным противникам играть. Игра благополучно закончилась тем, что противники просто сдались, поскольку у них ливнул один из тиммейтов. Я даже не ожидал, что в CSGO ввели данную функцию на Сорендер, но то, что она есть, в принципе, неплохо. Ну, после того, как я выиграл, по сути, вторую игру, мне дали бан за то, что, чувак, ты молодец, ты выиграл две игры, а теперь иди отдохни на целых 20 хренов часов. И вопрос, для чего этот бан нужен? Ведь после очередной победы ты хочешь играть еще больше и хочешь пойти дальше играть. Но тебе тут говорят, Valve, нет, сынок, подожди. Третья игра, Inferno. И что же тут было? Тут у нас, как таковых читеров, особо не было. Но был вот синий человек, который, по сути, использовал чит, это Fake Luck. У него пинг 70, но его штормит так, будто у него пинг где-то 300-400. И при этом всем он еще и нормально попадает. Потихоньку пытались, конечно же, кикнуть, сразу кикать не получалось, потому что я F2 жал, потому что, ну, за что уж кикать? Парень вроде нормально играет, в стены не стреляет, по стенам так же не водит, головы не дает. Ну, вот, да, лагает. Хотя пинг 70, а не 300-400. И как-то странно было, я потом, через какое-то время решил, что ладно, окей, давай кикнем, потому что это все-таки читер, и он использует реальную эту программу. Ну, пинг 70 не может быть столько лагов, поверьте, как человек, который играл с пингом чуть даже больше. В итоге карта заканчивается тем, что противники опять сдались. Пошел я второй раз играть на дасте втором, потому что понимал то, что в основном это карта, которую играют новички. И опять VAC Autification, как бы мне игра говорила, не лезь, дебил, блядь, они тебя сожрут. Ну и, по сути, да лучше бы я реально не лез, данный даст это был просто феерия. Мы взяли один раунд пистолетный, потом, после того, как я там пару минусов дал на ланге, я запутал своих тиммейтов. По идее, если я выиграл игру, то мне должны были закинуть уже плюс-минус калашей, но что это? Челики покупают СГ на второй раунд и почему-то без арморов. Отличная идея. Тут, по сути, на дасте у нас вроде читеров не было, но есть там подозрительный момент у одного челика. Я же пытался здесь, рвал свою жопу, чтобы выиграть эту игру, даже пытался стараться, но мои тиммейты это что-то с чем-то. Они играть не хотели особо, делали всякую дичь, где-то там стояли у себя на респе, когда я там давал опены на Б, пытался тем самым взять раунд. И потом просто человек по миду там из КТшников прорашивал и вырезал большую часть моей команды. После этого я немного тельтанул, поскольку, ну, ребята, что вы делаете? Вы вообще понимаете, что здесь надо там идти, куда-то там закладывать бомбу за террористов? Не? Или что? Или для вас там просто посмотреть на базе почти весь раунд это заебись? Ну, собственно, я промахиваюсь, потом делаю ошибку в том, что свитчусь между оружием, скажу по секрету, АПП так быстрее не перезаряжается, а даже дольше. Так что лучше все время оставайтесь в скопе. Мои два оставшихся тиммейта остаются против двоих, по итогу ситуации 2 в 5 мы превращаемся в ситуацию 2 в 2, и по итогу зеленого опять же убивает челик, и фиолетового потом тоже убьет тот же авапер, что меня убил на шорте. Отлично, 2 в 5 мы проиграли. Что же получается по итогу этой катки? Мой тиммейт во второй раз убивает своего тиммейта, ловит бан на 30 минут, и тем самым мы остаемся в четвером. По итогу я решаю то, что хрен с ним, лучше просто сдаться, потому что, ну, терять время, играя эту катку, где у меня просто мои тиммейты ничего не делают, ну, не хочется. И вот тут, да, понимаешь, на другой момент то, что реально порой попадаются просто наглухо отбитые тиммейты, которые реально тебе руинят игру. И это немного, да, обидно, но такое случается. Самое главное в этот момент просто, ну, забить на игру, потому что она уже слита, и просто готовиться уже к новой. А не зацикливаться на этой старой и говорить, типа, о, какие вы придурки, почему вы играете за меня. Мы же, как я говорил, решили все-таки сдаться, потому что, по крайней мере, я это предложил. Кто-то, конечно же, еще и отказался в этот момент, кто-то немножко подгорел, потому что думаю, ну что это за дебил, который проголосовал против. Но со второго раза мы все-таки сдались, слава тебе, господи. По итогу, калаши 4 звезды, но при этом играют с Сильвера, как будто первый раз увидели даст второй. Последняя катка была также на Инферно. Сначала мне вызвал подозрение данный фиолетовый чувак, потому что, ну, как-то он прифайрил, ну, по звуку, скорее всего, окей. Но я почему-то решил все-таки его кикнуть, слава богу, не кикнули. Либо он после этого отрубил, потому что понял то, что ой, спалился. Но, по крайней мере, после этого он нормально играл, и ничего за ним такого я не видел. Но, без этого тут были читеры, и в данный момент чувак со скаутом из моей команды. Мест проблем убивает первого чувака, второго чувака, его предлагают кикать. Естественно, трое соглашаются, и один не соглашается. Один чувак не хотел никак кикать, но по итогу кикнул, слава богу, к концу игры. Ну, я так сбегаю чуть вперед. Противники также ко мне придирались, то, что я, типа, ох, как очень хорошо играю. Ну, в принципе, да, я не скрываю, это то, что я хорошо играю, я просто хотел по-быстрому эту катку закончить, чтобы, ну, не затягивать ее, поскольку у нас не хотели кикать читера, и плюс этот момент тоже думал, что это может быть его тиммейт. Но, кстати, вот одно нововведение, то, что на новый аккаунт нельзя добавлять друзей, пока не задонатишь 5 долларов, в принципе, это неплохое нововведение. Не дает, по крайней мере, читерам так прям кооперироваться там с другими аккаунтами новыми. Ну и, собственно, вот наш подопытный просто стреляет в стенку, смотрит в стенку, и ему просто похеру. Ну, в принципе, после этой игры, я думаю, в бан он улетит довольно быстро, и из-за него в противоположной команде также был читер, который потом просто подрубил. Как раз-таки вот после этого момента, это как раз-таки он убил будущего своего читера, подельника, так сказать, но в противоположной команде. Ну и вот, чем все дело закончилось. Просто смотрю в пол, вешаю голову через стену, ничего такого странного не вижу. Ну и потом данный читер вот. Сначала наш тиммейт там фиолетовый развлекал синего, из-за этого, да, этот чувак убил нашего читера. Конечно, с первого выстрела тут не все понятно, типа, выглядело как все обычно. Но вы подождите делать выводы, ведь у нас дальше еще будет 2 кило от него, который все поставит на свои места. Да, он проверяет, смотрит там что-то в стенку, на какую-то нуел, ну может быть случайно. Выходит, смотрит в пол, хренак в голову, хренак в голову. Все, как бы тоже читер. По итогу, через какое-то время, как я говорил, мы кикаем этого чувака. Я пишу зеленому то, что чувак, ты просто понимаешь, что эту игру просто отменят, если его забанят. Соответственно, он принимает мои доводы и нажимает F1. И по итогу мы кикаем чувака. И в противоположной команде также кикают своего читера. И тут, ух, возликуем, наконец-то читеры получают по заслугам, и их просто кикают из команд, и никто им не помогает, слава богу. Но в тот момент я рано радовался, поскольку у нас был засланный казачок от читеров, которого также забанило. И уже именно забанило вагбаном в пистолетном раунде. Собственно, начинается пистолетный раунд, и потом у нас в чате прилетает сообщение, что чувак был осужден патрулем. По итогу игру мы заканчиваем без проблем, точнее, я заканчиваю по-быстрому, потому что мне это уже щит-шоу надоело наблюдать за читерами. Поэтому ухожу в паласы, вешаю 4 головы, и иду за последним, который был в тот момент на банане. Как итог, что могу сказать? Это все печально, ребят, за 5 игр я встретил 3 читеров, ну, точнее, в 3 играх были точно читеры. В том дасе, в котором я проиграл, там 50-50, но тоже все-таки есть по-другому чувак с читом. И только одна игра была без чита. Поэтому мне как-то стремно представлять, что как новичок вообще видит, эту игру, то есть у него будет 3 пути. Либо с отчитером, либо забить на игру, либо стиснув свою задницу, продолжать в нее играть до 21-го ранга, когда он сможет получить уже прайм. Ну и в прайме его будет ожидать то же самое, то есть там будут тоже читеры, они будут меньше палиться, и да, их будет пусть и меньше, но они будут. Также после Инферна я получил бан за то, что слишком часто кикал своих тиммейтов. Довольно интересный момент, то что, а как я тогда должен вообще был играть, то есть оставлять их и не кикать, чтобы не получать бан на целый день. Тоже странный момент. Я понимаю, для чего это сделано, чтобы пати из 4-х человек не кикали просто так весь день людей из своей команды во время игры. Но все равно это идиотизм, как по мне. Подводя итог, Valve заставляет играть игроков на сторонних площадках по типу Faceit или ESEA. Если когда ты достигаешь уже там Supreme, Global, 2-го Беркута, для тебя платформа это реальный шанс продолжить дальше свой рост. Но для новичков это не те платформы, где они должны учиться играть. Учиться играть они должны все-таки в MM. Но, к сожалению, Valve ничего для этого не делает. И новичкам приходится уходить на Faceit и ESEA и по итогу сидеть там. И пытаться чему-то научиться. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Надеюсь, после этого видео, если у вас были вопросы, стоит ли начинать играть в CSGO, они отпали. Ну, по крайней мере, если вы не хотите заниматься мазохизмом, сразу переходите на Faceit. Ну, желательно, хотя бы научитесь стрелять и какому-то пониманию игры. То есть, ну, поиграйте какие-нибудь там миксы, какие-нибудь там паблики и тому подобное. Пока-пока, ребят. И удачи вам.